Свалка около дома 88Б на Михайловском шоссе появилась давно, и несмотря на то, что его жильцы писали письма в разные инстанции, мусор никто отсюда не вывозил. Что и говорить, во дворе полная антисанитария, а летом запах от этой груды мусора ощущается еще сильнее. Как рассказывают жители близлежащих домов, свалка здесь существует уже лет 10. Это чувствуется и сейчас по запаху. Сегодня утром кто-то убрал часть мусора, но остальная часть так и осталась валяться здесь. Открыть окна в этом доме для того, чтобы проветрить помещение, невозможно. Вместо свежего воздуха квартира наполняется жутким запахом гнили. Конечно, о том, чтобы гулять в этом дворе с детьми, не может быть и речи. Наша самая больная проблема и больной вопрос – это действительно уборка наших отходов, нашей свалки. А свалка наша эта образуется, я так думаю, что не по нашей воле, потому что не хотят следить, наверное, высшие органы за этим. Так как мы люди исполнительные, квартплату платим ежемесячно, нигде у нас задолжников нет, люди пожилые живем в этом доме с детьми. У нас нет воды, у нас нет канализации слива. Мало того, что у нас сухой мусор, какой во всей любой квартире собирается за день в пакетах, мы его приносим, нам его положить некуда. Мусор во дворе копился годами и со временем выросла огромная свалка. Ее за эти годы облюбовали крысы и тараканы, которые наведываются и в дом. Бороться с этими непрошенными гостями, пока во дворе лежат отходы, бесполезно. Около них расположен деревянный туалет, другого в доме нет. А к этому, конечно, и подойти уже страшно. А с туалетом что? Туалет просили, обещали нам его подремонтировать. Мы также доказывали, говорили, что у нас нет ни в одной квартире нет туалета. Это общественный. Сюда мы должны ходить хотя бы два раза в день. Но он полностью весь разбит, к нему страшно подойти. Мы туда не ходим уже много лет. Стараемся, стыдно, конечно, про это говорить, сказать, но обходимся беловедрами. Несмотря на то, что сегодня утром часть мусора убрали, кто это сделал, жители дома не знают. Лучше во дворе не стало. Крысы по-прежнему тут чувствуют себя хозяевами. Санитарную обработку никто не провел. Да и никаких обещаний по этому поводу уставшим от беспорядка жильцам никто не дал. Так что есть вероятность, что свалка вновь вырастет до прежних размеров.